Когда я увидел эти наушники и цену на Яндекс Маркете Realme Buds T110, друзья, цена 1800 рублей. Скажи, а это все вообще законно или как у вас тут все устроено? Следующий вопрос, это же компания Realme, так скажем, одна из самых крутых, продвинутых, расширенных компаний, и они-то должны сделать все в порядке. В общем, друзья, решил я затестить эти наушники, потому что ценник просто крайне привлекательный. Ну и, соответственно, ждать, наверное, сильно много от них не стоит, потому что цена диктует все остальное. В общем, самое интересное, что здесь используется, это Bluetooth 5.4, то есть одна из самых последних версий. Неплохие батарейки в наушниках, защита от воды, ну и привлекательный внешний вид, в том числе, друзья, ну и хорошая фирма за эти деньги. Перед началом, конечно же, подпишитесь и влепите лайк этому видео, все ссылки на эти наушники вы можете найти в описании и в первом комментарии. Ну и, конечно, не забывайте про телеграм-канал, там эксклюзивный контент, некоторые сливы, ну и многое другое. Для начала давайте распишем технические характеристики, и пока вы видите, друзья, как я их расписываю, я буду рассказывать о некоторых характеристиках. А вначале берем упаковку, сделаем небольшую распаковочку. В общем, друзья, такая коробочка желтого цвета, и, соответственно, есть наушники разных цветов, черный, белый, зеленый и синего цвета. Как вы видите, у меня наушники зеленого цвета, но если хотите, то по классике, конечно, можно взять черный или же белый. Раскрывая коробку, вы там особо ничего не найдете, есть две брошюрки и, по сути, запасные амбушюры. Одни чуть поменьше, другие чуть побольше. На наушниках изначально установлены средние амбушюры, то есть, в принципе, для большинства людей. Но, как говорится, у всех уши разные. Отмечу, друзья, первый плюс этих амбушюр, там есть небольшие сеточки. Казалось бы, такая небольшая мелочь, но она спасает от того, чтобы ваш наушник загрязнялся. А поверьте, друзья, они загрязняются достаточно часто. Потому что, снимая амбушюру, вы видите еще одну сеточку. Она, по сути, такая основная, которая защищает, по сути, наушник от внешнего мира и от внешнего загрязнения. Так вот, по сути, первая часть защиты находится на амбушюрах. Амбушюрах здесь есть, друзья, эта сеточка. Если коротко сказать, она очень необходима. Если вы, тем более, занимаетесь активным спортом, все в этом роде, то уши потеют, грязь попадает туда в наушники. И, кстати, часто у меня были такие истории, когда я наушники пытался почистить, ну, непосредственно эту сеточку. Она рвалась, отрывалась, ну и защита от грязи, соответственно, полностью пропадала. Как вы, наверное, уже догадались, Realme Buds T110 это продолжение линейки Realme Buds T100. Просто это более интересная и усовершенствованная версия. Давайте поговорим о самих непосредственно на наушниках. Эргономично они выполнены очень хорошо, очень хорошо лежат в ушах. Поверьте, я ношу разные наушники и от некоторых у меня уши болят. Вот с этими, друзья, наушниками я провел целый день и все в порядке. Кстати, заранее забегая вперед, скажу, что батарею держат они тоже очень хорошо. На внешней части мы находим вот такую ровную площадочку и сверху, друзья, отделение для сенсора. Это сенсорная кнопка, с помощью которой вы можете переключать треки, тормозить треки, настраивать громкость, ну и так далее. Вот за счет этой площадочки, видите, такой небольшой овал, очень удобно попадать пальцем. То есть ты примерно понимаешь, куда тебе нужно тыкать. На других наушниках бывает такая проблема, потому что вообще непонятно, куда нужно клацать в наушник. Далее пробежимся по боксу. Здесь все очень просто. Бокс и открывается, и закрывается. USB Type-C на нижней части. Есть небольшой светодиод спереди. Вот, в принципе, и все. Отмечу, что очень удобно доставать наушники из бокса. Сама крышка обычная, она не имеет фиксатора в последнем положении. То есть она спокойно закрывается назад. По наушникам в нижней части есть основной микрофон. Также контакты для зарядки. В верхней части тоже есть два выреза. Один микрофон для шоуоподавления. И еще одно отверстие для более качественного звучания. Ну и самое главное, друзья. Качают ли эти наушники за этот ценник? Я вам скажу, что за этот ценник эти наушники очень даже качают. Во-первых, они качают ценник. Во-вторых, они качают неплохую музыку. Но чудес ждать не стоит. Обо всем по порядку. Для того, чтобы законнектить ваши наушники, друзья, никаких проблем. Bluetooth подключили. Дальше скачали приложение Realme Link. Можете, друзья, по QR-коду. Можете просто скачать в Google Store. Заходим сюда. Здесь есть звуковые эффекты. Бас будет с плюс. Баланс и четкий. В целом, друзья, я прям вот такой сильной разницы не заметил, когда я менял эти режимы. А слушал я неплохой drum and bass. Мы валим боком на медведя. Но и там басы, конечно, отрабатывают очень сильно. В оригинальном треке басы отрабатывают хорошо. В целом, басы есть в этих наушниках. Но имею в виду, что каким-то образом их регулировать невозможно. То есть, есть совсем какая-то небольшая градация. Но я бы, наверное, даже на это не стал обращать внимания. В целом, наушники более-менее басят. Есть увеличение громкости. Если вы хотите прям на полную катушку, то такая возможность тоже присутствует. Работает неплохо. Игровой режим. Для того, чтобы наушники не поторможили. Кстати, такой игровой режим, друзья, недоступен на многих наушниках за эту цену. И даже еще выше. Поэтому здесь компания Realme Respect. Ну и самое интересное. Заходим в настройки кнопок. Например, здесь есть двойное касание. И, друзья, смотрите. Открываем. И здесь есть куча опций. То есть, вы можете кастомизировать как вам угодно. Это реально очень крутая фишка. И я скажу, друзья, что на более дорогих наушниках такой фишки нет. А здесь, друзья, в бюджете. Просто вот я настроил на левое ухо. Двойное касание. Это предыдущая композиция. На правом ухе двойное касание. Это следующая композиция. Тройное касание. Это пауза выключения. Также на левом ухе удержание сенсора. Это уменьшение громкости. А на правом ухе увеличение громкости. С помощью удержания. В общем, кастомизация, друзья, очень отличная. Я прям удивился, что можно поднастроить все, как вам необходимо. Как вы любите, как вы привыкли. Пальцем тыкайте. И наушники исполняют то, что вам необходимо. По приложению все. Самый основной кодекс здесь ААЦ. И SBC тоже здесь присутствует. Но первого, друзья, вполне себе достаточно. Помним, что это бюджетная модель. Просто, как говорится, должны звучать. И еще, друзья, забыл отметить, что в приложении вы можете посмотреть, насколько разрядились ваши наушники. И в каком состоянии они находятся. Если находятся наушники сейчас в боксе, и бокс открыт, то, соответственно, приложение показывает, сколько заряда осталось в самом боксе. Это очень удобная штука для того, чтобы контролировать свой заряд и понимать, насколько хватит еще наушников. Далее, тестирую эти наушники. Отмечу, что если вы занимаетесь спортом, то все окей. Наушники не выпадают из ушей. Они эргономично хорошо сложены. И вот эта палочка, которая выходит из уха, она совсем такая небольшая. И смотрится очень красиво и аккуратно. Есть защита по типу IPX5. Но, как говорится, здесь, друзья, наушники за 1800. Под воду их засовывать не стоит. Максимум пот и, может быть, совсем небольшой дождик. Если говорить о микрофонах и о связи, то связь неплохая. То есть, я слышу собеседника хорошо. Он меня слышит тоже хорошо. В целом, отмечу, что звук такой чуть-чуть приглушенный. И причем и с моей стороны, и со стороны слушателя. Собеседник меня слышит чуть приглушенно. И я собеседника тоже слышу чуть приглушенно. Но на качество самого звука это никак не влияет. То есть, все понятно, отчетливо, о чем идет речь. Вот, если меня спросите, друзья, есть ли здесь шумоподавление. Это совсем смешной вопрос. За 1800 рублей, конечно же, здесь нет никакого шумоподавления. Знаете, есть другие наушники, которые я тестировал. И там было установлено дешевое шумоподавление. Поверьте, друзья, это такое себе развлечение. Шумка либо должна быть хорошей, либо никакой. А здесь, друзья, они выбрали правильный вариант. Никакой шумки. А если использовать дешевую шумку, то, как говорится, это вредит вашим ушам. Далее переходим к батарее. Батареи хватает примерно на 6-7 часов использования. В принципе, то, что заявлено, так оно и получается. В целом, друзья, целый день слушал в этих наушниках. Но, как вы понимаете, 7 часов подряд что-то слушать, смотреть и так далее достаточно сложно. Поэтому рано или поздно ты достаешь наушники, кладешь их в бокс и они подзаряжаются. В целом, друзья, у меня не было никаких проблем, чтобы они разрядились где-то посередине фильма. Или же, когда я слушал какую-то композицию. В плане автономности они поработали и, как заявляет производитель, то 38 часов использования с учетом зарядки от кейса. Но, в целом, друзья, на практике вам скажу, что проблем с зарядкой, да и вообще в целом, нет. Ну и последнее, конечно, что нужно обозначить, насколько качают эти наушники. За цену, которую я обозначал достаточно часто, вы понимаете, что это не будет суперкрутой звук. И так оно и есть. Чудес, друзья, ждать, конечно же, не стоит. Наушники, которые стоят по 6, по 7, по 8 тысяч рублей, они, конечно, будут играть гораздо четче, лучше, басы будет больше и все в этом роде. Но играют ли они на 1800, это 100%, друзья. Я других вариантов, наверное, просто-напросто не знаю, что можно посоветовать за эту цену и чтобы тебе потом не было стыдно. В общем, друзья, хорошая, нормальная, правильная фирма, Realme Buds T110, 100% на Яндекс.Маркете. Заходите, покупайте, вообще не пожалеете. Но если вы привыкли слушать профессиональную музыку и вам нужен хороший, качественный, бодрый звук, то есть вы в целом нацелены на прослушивание качественной музыки, то, конечно, эти наушники не для вас. Что касается, друзья, развлечений, игр, YouTube и все в этом роде, то я вообще не заметил никакой разницы, если сравнивать эти наушники с более дорогими версиями, потому что там в основном потребление контента, то есть все, что происходит на экране, я хорошо, отчетливо слышу. И здесь, друзья, разницы вообще никакой. По итогу, друзья, все очень просто, брать эти наушники или нет. Мой личный совет за 1800 вообще, друзья, с закрытыми глазами кнопочку нажали, заказали, и у вас нормальные наушники для потребления контента. Если вам нужен хороший, мощный, качественный звук и вообще какой-то гик в эту сторону, в эту направленность, то эти наушники точно не для вас. Надеюсь, я все правильно и четко вам объяснил. Всем респект, уважуха и до новых видео.